Сегодня мы в гостях у режиссера Игоря Николаева Калинаускаса. Это человек, который поставил более 68 спектаклей. Философ, человек, написавший очень много книг. Кроме того, известен вокальный дуэт Зиккар, дуэт, который гастролировал по всей Европе, в России. Также известен как художник, является подсчетным членом Академии художеств России. Его работы выставляются во многих галереях. И сегодня мы у него в гостях, и он нам расскажет о своем новом проекте, куда он набирает актеров, что за постановка будет и что за кастинг будет проходить в Москве. Игорь Николаевич, когда смотришь вашу биографию, даже непонятно, что все это один человек. Как вам удалось достичь высот в таких разных направлениях? Как удалось успеть реализоваться в таких разных направлениях? Да никак. Это все вот эта психотехника за этим стоит. Просто я такой человек, я азартный, я люблю делать то, что мне нравится. И когда мне перекрыли возможность работать в театре, кем, я только не работал. Потому что человек должен занимать активную позицию. Но время от времени, как только была такая возможность, я возвращался к театру и делал спектакли, в которых продолжал все тоже. Вот этот самый театр состояний, немножко такой нестандартный по тем временам. Вот. Потому что мне это безумно интересно. Что такое искусство? В чем его сила? И в чем сила театрального искусства в частности? Это надо у людей спрашивать. Я в театр хожу. Вот недавно мы смотрели «Контрабас» с Хабенским. Вот пьеса мне жутко не нравится. Но вот это тот случай, когда прекрасный актер просто ее вытащил за уши, эту пьесу. Получился отличный спектакль, который затягивает, который эмоционально трогает, хотя пьеса с концептуальной одожутием. Какая сверхзадача есть в вашей театральной постановке? Вот есть сверхзадача, чтобы это было интересно. А. Чтобы это было эмоционально. Б. И чтобы это притягивало людей, чтобы вот так вот по Москве пронеслось. Как помню, когда Фоменко сделал свой первый спектакль в МГУ «Руси веселье и питье есть». Это же мгновенно разнеслось по Москве. Мы все там были. Я даже два раза посмотрел. Это было новое что-то. Это было интересно. Какая постановка или спектакль нравится вам из мировой истории? Может быть, это что-то древнегреческое, античное или современное? Что вам понравилось? Вы знаете, разные есть спектакли, которые мне запомнились, как говорят, на всю жизнь. Вот, скажем, «Мамаша Кураж» в театре Маяковского когда-то с Глизер. Или, скажем, «Эзоп Фигередо» в Минском театре, когда актер играл после трех инфарктов. И потрясающе играл. И самое удивительное было, что даже массовка в связи с чрезвычайными обстоятельствами тоже заразилась. И это было очень тонко, очень проницательно. Могучий был спектакль. Известно, что актеры – это инструмент в руках режиссера. Режиссер – это своего рода диктатор. Как вы будете себя проявлять как режиссер? Режиссер – это режиссер, понимаете. Он из разных деталей собирает целое. И в этом его назначение. А что такое диктатор? Конечно, режиссер – лидер, он видит это целое, а остальные еще не видят. Ему нужно все так собрать, чтобы все увидели. В этом смысле он диктат. Но я актерский режиссер, и я поэтому до конца не продумываю спектакль, пока не знаю конкретных актеров, которые в нем будут заняты. Потому что все-таки театр прекрасен тем, что там живые люди в живом, сиюминутном действии. Вот это меня очень интересно. Какая связь вашей системы обучения актерскому мастерству с системой Станиславского? Есть ли она? И как вы видите систему Станиславского в действии? Когда-то мы с моим другом и однокурсингом Борей Тираспольским обнаружили, что Станиславский так творчески переосмыслил некоторые вещи из Раджа-Гёги. И вот мы тогда кинулись в эту сторону и начали работать над этой психотехникой. И где-то у меня была такая студия в Дагуэ, в Пилсе, там хотели открыть театр, но потом по разным политическим причинам не открыли. Но вот там ее довели до завершения, с тех пор она существует. И потом оказалось, что она не только для актеров, но она создана именно для театра. Как можно научить человека играть на своей психике, играть с состояниями. Понимаете, я помню многих, которые стали знаменитыми еще первокурсниками. Великолепные педагоги, атмосфера сама. Борис Евгеньевич с его совершенно... Нет мира сего. Это потрясающее время. Я помню, как Костя Райхин, когда уже закончил, готовился к роли Трюфальдина. Трюфальдин, он в гимнастическом зале нашем приходил и уже поздно, в ночь практически тренировал эти танцы свои, пока мышцы у него не сводило совсем. А мы там ночевали и подглядывали. И Кайдановского помню очень хорошо, и Настю Веретинскую, и многих-многих. Так было золотое время. Вот. И, ну, я думаю, что и сейчас не хуже. Игорь Николаевич, как вы отдыхаете? Вот так и отдыхаю. Как это? Лучший отдых – это смена деятельности, да? Нет, ну, раз в год я возвращаю долги организму каким-нибудь способом, в основном ходьбой на свежем воздухе. Игорь Николаевич, как вы можете прокомментировать выражение «актер горит на сцене»? Это хороший актер. А плохой актер, он не горит, он даже не тлеет, он считает. Люди, которых вы набираете, они будут гореть? Я надеюсь. Я их надеюсь, что они сами по себе заводны. И я их научу, как этим управлять, как этим пользоваться, как на этом играть. А этому можно научиться? Конечно. Конечно. У меня было несколько прекрасных случаев, когда мне удавалось обучить команду и сделать спектакль, в котором это полностью использовался. Это один из самых моих любимых юродия – спектакль «Молитва» по мотивам преступления и наказания, где актеры играли юродивых, которые играют этот спектакль. И каждая часть отбивалась молитвой. С разрешения церкви все как положено. И так получилось, что после того, как мы выпустили этот спектакль и его показали, впервые православная церковь начала канонизировать юродивых. Ваша психотехника работает только в театральной деятельности? И она работает везде. Потому что управление своими, как сказать, психоэнергетическими состояниями, она много где нужна. Когда я был с «Волчьим билетом», я и со спортсменами это делал. И потом я, когда работал в клинике с чернобыльцами, это тоже использовали, помогало. Это много где. В обычной жизни эта психотехника используется? Да, конечно. Все есть жизнь. А то как-то работа отдельно, жизнь отдельно, да? Если ты чем-то владеешь, оно работает у тебя всегда. Это инструмент. В данном конкретном случае для меня важен конечный результат – спектакль. От какого удовольствия в жизни вы бы отказались в последнюю очередь? Работать с людьми. Это самое большое удовольствие, хотя это бывает очень тяжело. Но любая работа с людьми, творческая, азартная – это самое большое удовольствие. Я знаю, что вы набираете новую труппу актеров, в том числе это не профессиональные актеры. Почему? Я готов брать и профессиональных, то есть имеющих какую-то специальную подготовку. Но это не имеет значения. Понимаете? Потому что есть две вещи. Есть то, что Петр Михайлович Ершов назвал технологией актерского искусства. То есть чисто профессиональная, ремесленная часть. Ей можно обучить при хорошей отдаче за месяц, полтора-два. И есть психотехника уникальная по-своему, да, которую тоже можно за два-три месяца научить. И вы будете иметь очень профессиональных актеров. Это не значит, что это заменит там. Потому что ведь масса людей закончают театральные институты, но очень далеко-далеко не все становятся актерами и актрисами. Игорь Николаевич, что нужно, чтобы стать актером, реализоваться как актером? Это сложный вопрос. Понимаете, все зависит от того, какая у человека исходная позиция. Во что он играет и чем он играет? Вот было время, когда были потрясающие трагические актеры, да? Сейчас их нет. Есть хорошие драматические, и то в основном в кино. Потому что нет этой школы, нет этого риска. Потому что это большой риск. Я помню еще Орочка, как она читала Цветаева. Это вообще... Она только входила в училище на первый этаж. Все этажи слышали, что что-то происходит. Наверное, Орочка пришла. Каким критериям они должны соответствовать? Что вы ищете? Это же дело субъективное. Но вот что приветствуется? Приветствуется, если человек что-то умеет. Там, я не знаю, танцы, пластика, какие-нибудь восточные штуковины, там типа ушу, цигун, владение музыкальным инструментом, вокальная какая-то подготовка. Все в дело пойдет. Главное, чтобы человек был активным в этом. Чтобы он не только говорил, как он хочет, но и делал. И вот тогда с такими людьми можно чудеса творить. А если это очень такая, типа, научите меня. Вот я пришел, научите меня. Это скучно. Этому научить нельзя. Да, но учиться можно. Игорь Николаевич, сделайте, пожалуйста, обращение к своим будущим студентам. Кого вы хотите видеть на кастинге, кого вы ждете? Кого бы я хотел собрать? Какую команду? Команду, которая бы состояла из азартных людей, которые много чего попробовали и в физическом своем выражении, и в психическом своем выражении, и в музыкальном выражении. То есть людей, у которых есть чем удивлять. И если к этому мы добавим ту психотехнику, которая есть в нашем распоряжении, и которую мы когда-то с Борей Терраспольским вытащили из данных о том, откуда взял свою систему Станиславский, и вот на этой психотехнике управляемых состояний я бы хотел снова в очередной раз попробовать возродить театр состояний. Хотя его в свое время именно за это меня отлучили от государственного театра. Но я все равно пробовал, пробую и буду пробовать. Потому что я очень люблю театр. Я люблю актеров. Я люблю сам весь этот процесс создания спектакля. И люблю тот мир, который появляется как бы из ничего. Но я не люблю скучных. Я не люблю тех, кто все время на что-то жалуется и объясняет все. Ужасными внешними причинами. Я люблю азартных людей. Энергичных, инициативных, мотивированных. Вот если мы наберем такую команду, мы с вами что-нибудь такое сбацаем, что все вздрогнут. Я закончил Щукинское, как известно. И сами понимаете, это особое отношение к театру, к жизни. Все мы вышли из «Принцессы Торрендот» Вахтангова. И всегда именно это начало театральное, яркое, игровое меня интересует. Мне неинтересно, когда выходят, читают пьесу в стиле бормотательного реализма, и все. Я хочу, чтобы это было стремительно, восхитительно, эмоционально, чувственно, чтобы люди могли попереживать в зрительном зале, поболеть за своих и так далее. Что это за психотехника? Так, коротко, да? У нее есть официальное название, дифференцированное функциональное состояние, но это неважно. Она позволяет создать партитуру состояний и транслировать ее в зрительный зал. И тогда человек ощущает какие-то с ним происходящие процессы, но не может объяснять, откуда они взялись. Вот он смотрит на сцену, он слушает текст, он видит действия и еще что-то, что объяснить он не может. Вот это дополнительный канал выразительности очень интересен. Для меня, я думаю, что и для тех из вас, кто придет. И мы попробуем это дело освоить. У меня такой замысел двойной. Сначала мы сделаем учебный спектакль. Я думаю, что мы возьмем «Дракон Шварца» в такой странном варианте. А потом мы попробуем сделать спектакль по пьесе Эрика Румо «Игры в Золушку». Это очень странная пьеса, тоже притчеобразная. И я думаю, что мы сможем удивить, как говорил Дикой, чем удивлять будем. Вот там есть чем удивлять, зрительный зал. Ну вот, пожалуй, и все. Я поставил больше 60 спектаклей за свою жизнь. На сегодняшний день, в смысле, в разных городах Советского Союза. И, как теперь говорят, ближнего, зарубежья. Но вот в Москве мне как-то не везло. Но я хочу, чтобы повезло. Я хочу, чтобы нам повезло в Москве, чтобы Москва отреагировала. Хотя вот у меня есть замечательный пример. В дипломном спектакле «Клуб», который ставил Александр Михайлович Паламешев, мы играли всего два раза, но зал был битком, вся театральная Москва. Вот я хочу такого результата. Жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова